Мне там подарили медальницу, я говорю папе, что вот нужна медаль, помоги мне повешать. Он говорит, зачем тебе медальница, если тебе нет медали с чемпионата России. Мечта детства и мотивация отца завоевать медаль чемпионата России. Алина Перфильева в свои 20 уже мастер спорта международного класса, победителю различных турниров, в том числе международных. Однако медалей чемпионата страны в копилке еще не было, хотя в художественной гимнастике девушка уже почти 18 лет. Меня дали в 2,8, понятное дело, что лет до 5 я как бы училась самому основному, то есть как правильно ходить, как тянуть ручки. Помню, как приходила примерно за 30 минут до начала тренировки и с тренером училась прыгать через скакалку, у меня это плохо получалось. В 7 лет у меня случилась серьезная травма, то есть мы поехали в горный алтай на соревнования и бесились с девочками перед выступлением. Понятное дело, тренеры судили, не следили за нами. В общем, мы играли, я упала, меня уронила девочка, я сломала спину, у меня был компрессионный перелом трех позвонков в крупном отделе. Не бросив спорт и пройдя курс восстановления, Алина вернулась в художественную гимнастику. И это было верным решением. Спустя время она попала в состав сборной России, до этого став лучшей на городском, краевом и сибирском этапах. Но только через пароли сборной воспитанница алтайской художественной гимнастики реализовала свою мечту. В начале марта в Москве на чемпионате страны, где выступали сильнейшие спортсмены из 44 регионов, сибирячки покорили всех и самих себя в том числе. По итогам командного многоборья наши девочки выиграли бронзовые медали. Мы стали третьей благодаря тому, что у нас была очень сильная команда, то есть были девочки, которые в прошлом году еще выступали по юниору, мы показывали высокий результат. Также несколько человек из нашей команды входит в состав сборной страны, и это высокий уровень. И на первом месте стояла сборная Москвы, на втором центральный федеральный округ, и тройку замкнулась сибирский федеральный округ. Ну и тут без драмы не обошлось. Перед стартом чемпионата страны у Алины случилась травма ноги. Однако, собрав всю волю в кулаки, включив характер чемпионки, она смогла выступить, и это решение вновь оказалось верным. Сейчас спортсменка восстанавливается, а уже в мае вновь начнет свой путь за медали на всероссийском турнире. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.